Когда хочешь рассказать о человеке, всегда думаешь, с чего бы начать, чтобы собеседнику было интересно. Какие черты характера или положительные стороны стали основными в жизни твоего героя? В нашем случае это оказалось нетрудно. Героине нашей передачи, несмотря на уже не юный возраст, по-прежнему интересно жить. Что может быть лучше? Любовь Степановна Иванова родилась в Аймеконском районе, в небольшом селе Терють. Она с такой любовью и нежностью вспоминает о своем детстве, о родителях и семье, что становится понятно. Это не на показ, это в ее душе. У родителей нас шестеро. А родители, у нас вот две такие, две судьбы, наверное, такие вот сложные, наверное, ломанные, переломанные, не избалованные. Сошлись, это я говорю про своих родителей. Папа у меня после 46-го года попал на Колумбу и семь лет как бы побывал в этом, ну, как бы правильно сказать, в этом аду, наверное, потому что это действительно ад был. И мама моя после неудачного брака с ребенком. И вот в молодости она полностью нас ослепла полностью. Она у меня родила уже абсолютно слепой женщиной. И вот эти вот два человека, действительно закаленные такой вот печальной судьбой, наверное, прошившей святую жизнь. И вот нас воспитали как-то очень странно. Вот я сейчас расскажу, попробую вам до вас довести. Мы жили как-то, вот не скажу, что богато жили. Мы не жили богато, но мы никогда не бедствовали. Потом нам не нужны были никакие друзья, там, сходить в село в кино, ну, в сельский клуб куда-то. Мы как-то все вместе, вместе, вместе. Вот родители и нас шестеро ребятишек. Мама всегда дома. Папа работал, например, лесником, всю жизнь проработал лесником. И мы все время были в тайге. И они вот как-то нас сразу с детства приучили самостоятельности, наверное, к мутости какой-то. И мы вот с детства были уже как маленькие бабушки и дедушки, вот честно. То ли они меня, вот папа меня в 40 лет родил. Поэтому я, наверное, и по жизни иду как-то. Вот уже сразу в первый класс пошла. Я была самая такая, вот как бы самая взрослая. И на жизнь мы смотрели как-то все реально. Не фантазировали, без фанатизма как-то у нас-то все было. Ну, например, папа нас забирал в тайгу, да, на все лето. А по весне мы сдавали вот это вот, что мы дикоросы набирали. И у нас уже были встречи на торговле, например, все канцелярские товары наши были. Форма школьная тогда, она очень дорогая была, наверное, вы помните. И вот мы таким гордились, что это мы сами сделали. Нам никто не принес, нам никто не сделал. И мама всегда говорила, никогда ни у кого ничего не проси, никогда не унижайся. Вот у нас девчонка, она говорила, вы должны вот прямо достойно прожить свою жизнь. И когда я вот, ну, будучи уже взрослой, в 33 года, ну, так получилось, что у меня муж умер, я вдовела. И тогда мне мама сказала, Люба, никому не показывай, что тебе плохо. Никому не показывай, чтобы тебя жалели. Если даже у тебя в кошельке нету денег на хлеб, а это 96-й год, вы прекрасно помните, не платежи круглые, да, веди себя как богатая вдова. И вот это вот уже сколько, ну, уже 30 лет, как бы я одна, да, и, наверное, никто не скажет, что я когда-то бедствовала или там что-то просила, или унижалась перед кем-то. Нет, я живу как богатая вдова. Хотя я работала всегда на двух, на трех работах, никогда на одной работе не работала, детей вырастила, обоим дала, два сына у меня, обоим дала высшее образование и как-то потихонечку жизнь их устроила. И вот вернемся к вашему вопросу, наше детство. Вот по сей день, если мы собираемся где-то, в частности, у себя в поселке, мы всегда говорим о нашем детстве. Сколько было там интересного, сколько, ну, ничего такого, если кому-то расскажешь, это совершенно неинтересные моменты были. А для нас это так, вот каждый уголочек, каждый момент был такой, такой дорогой. И всегда говорим о родителях. О родителях я бы говорила много и с такой гордостью говорила бы, и говорила бы, и говорила бы, потому что благодаря своим родителям, вот мы у нас сейчас пять, и расстался, и брата уже нету, мы все как-то нашли себя в этой жизни. У нас у всех свои дома, свое хозяйство. Братишки мои как-то вот, ну, вот не пьют, не курят, хотя тоже жизнь немножко потрепала, у братишки там жена умерла, все прочее, но мы не отчаялись, и всегда мы вместе. И поэтому я всегда говорю, вот хорошо, когда в семье нас много, когда вот какая-то поддержка есть, всегда в трудную минуту мы все вместе. И по сей день мы как ребятишки. Нам уже далеко за 60, ну, старшим братьям далеко за 60, а когда мы соберемся, мы можем весь весь смеяться, хохотать, шутить. Как в детстве, мы не выросли еще, мы остались, видно, детишками, когда мы все вместе. Любовь к природе, к земле и обычному труду – все это из детства. Об отце Любовь Степановна рассказывает с особой гордостью. Папа нас всегда приучал, например, в лесу кричать нельзя, потому что, не дай бог, медведь, орать, кричать, там, мусорить. Вот это вот все папа нам с детства приучал. И когда мы уходили с того места, где мы долго жили, например, там, избушка, палатка, мы всегда оставляли чистоту и порядок. Очень много примет, очень много таких нужных моментов нам папа передал, потому что он был заядным охотником. Рыбаком – это вообще от бога. Это рыба для него, добыча рыбы – это для него вообще. Он специально собирался, уезжал на пару месяцев, исчезал и потом возвращался. И вот помню, мы все побегали и помогали папе таскать, вот, там, например, на лошади возвращался, на санях. Огромное количество зайчиков, там, много-много, это на всю зиму он один вот это все заготавливал. Потом мы хозяйство очень большое держали. У нас были такие кабанчики, что там, усало, мне кажется, на рынке сейчас не найдешь. Но все-таки с Украины папа, он, ну, был работяга, конечно, ничего не скажешь. Он с Украины, да? Да, он западной Украины. Я вот сейчас расскажу про свое детство, тоже связанное с Украиной. Папа был очень большого, ну, очень большого роста, два метра, двухметровый был. И когда были такие моменты, когда он, ну, он выпивал у нас, что там говорить, и он всегда плакал, начинал плакать. Я забиралась ему на колени и вместе с ним плакала. И он всегда говорит, вот, сейчас на Украине черемуха светет, вишня светет. А я понятия не имела, что за Украина, какая там черемуха. И даже папа успокаивал. Папа говорит, ну, аж так хорошо, аж так хорошо. А потом, будучи взрослой уже, я посмотрела на все это, на бескрайние эти поля подсолнухов, эти сады грушовые, яблоневые. И действительно потом поняла, оказывается, вот, тосковал папа. Хотя мама рассказывала, что он и воевал, и они что-то там подрывали. Он об этом молчал, когда трезвый был. А когда выпьет, конечно, видно, душа оттреповала, видно, собеседника или еще чего-то, и он раскрывался. И мы вот эти моменты знаем только тогда, когда он сам рассказывал. А так это было запретной темы. А он был жив, когда реабилитировал? Нет, в 96-м только посмертно. И то Сергею он запрещал этим заниматься. Он говорит, не надо, не ищи правды, правды нет. Вот, и потом с Сергеем Михайловичем они очень дружные были. И мама его очень любила, и отец прямо. И папу тоже очень многие уважали. Вот местные якуты, они вот за друга своего считали, отца моего. И посмертно, когда папа уже не стала, они вот затон там где-то в верховье Аймекония назвали Хоромой Хомото. Это значит, папа у меня при храме был, ранее не получил. И назвали затон Хромова. В честь моего отца мне это очень приятно. Не только мне, но и моим братьям. Они же там и охотятся, и рыбачат. Говорят, что обычно девушки выбирают мужа, похожего на отца. Ваш муж был похож на вашего отца? Ой, нет, это вообще как иньянь. Совершенно разные люди. Но слава меня, муж мой, конечно, был директором лесхоза. Вот тут же папа лесник. Папа лесник. И старший брат, когда женился, он пригласил, но официально так было принято, приглашать свое начальство. И когда слава приехал на свадьбу моего старшего брата, мы там познакомились, весь вечер танцевали. И дядя Костя сказал, Степан Михайлович, готовь вторую свадьбу. И через полтора года действительно мы сыграли эту свадьбу. Сколько вам было лет? Ой, мне было 22 года. Ну, 21, скажем так. 21 я вышла замуж, 22 родила уже сына старшего. Ну, вот так получилось, что мы 13 лет только прожили. И вот инфаркт, и его не стало. Детишкам было старшему 10, малому 9. И с тех пор мы как-то, ну, одни потихонечку. Ну, вы же совсем молодая была. А почему вы снова замуж не вышли? Я всегда, от своего папы, опять вернемся к нашим родителям, да, я всегда своего отца считала настоящий прототип всем мужчинам. И вот будучи с таким печальной участью, да, с такой судьбой печальной, имея жену инвалида, абсолютно слепую женщину, да, шестеро ребятишек, мы жили очень хорошо. Во-первых, хозяйство у нас было огромное. Папа все успевал. Сам, естественно, накосил и коров там, чтобы где-то чего-то он просил, такого не было. Потом самый первый, который он в поселке построил тепличку. Это мой папа, мой отец. Потом вот по жизни он никогда не унывал. Я даже помню тетю Мотю Почтальоншу, которая приносила огромную сумку журналов, подписку папа делал, периодику подписывал. Мы все читали. Юный натуралист, там, охота, охотник, огонек, это все, все, все. И мы его постоянно с ним обсуждали. И вот для меня вот почему-то отец мой, это мой, и сильный какой он был. Он был очень сильный, он очень был умный, работящий, трудяга. Всех нас вот, я не знаю, мне кажется, он так лирил, вроде большой суровый мужчина, да, с такой печальной участью. И вот для нас, для него мы были это все. А тут я стала двумя детишками маленькими. И потом я думаю, ой, не дай бог, кто-то еще так косо посмотрит на моих мальчишек. Это же страшное дело. Вот, наверное, поэтому я, во-первых, не нашла никого, а во-вторых, особо и не искала. Потому что, мне кажется, все равно отчим это отчим. Ну, ничего, зато дети выросли. Конечно, старость лет одна останусь. Почему? Ну, как-то дети выросли, дети уйдут. И хотелось бы, конечно, ну, честно сказать. А внуки? Внуки есть, родились. Наконец-то у меня внуки родились. Мальчик с девочкой. Вот 60 лет я, наконец-то, стала бабушкой. Дом нашей героини словно небольшой музей. Сразу обращаешь внимание на разнообразие ее интересов. Мне все интересно в этой жизни. Скажите, что мне неинтересно. Я не скажу, что я прямо талантливый человек или художник. Или там, ну, это... Мне все интересно в этой жизни. Я во всем себя попробовала. Я неплохо рисовала в школе. Ага. И будучи... Ну, уже будучи студентами, я тоже немножко рисовала. Потом как-то потихоньку это отошло. Но чтобы сейчас нарисовать какой-то цветочек или там что-то такое, я с удовольствием это сделаю. Неплохо у меня получается. Потом я очень люблю уже... Сейчас все, ну, наверное, все поголовно увлеклись. Поделками рукотворными куклами, да. Вот я тоже попробовала. Ничего, получается. И когда этим занимаешься, у тебя уже появляется интерес, посещаешь эти выставки. Вот в декабре были в Измайлово. Я посетила все выставки, которые там находятся. Я очень люблю заниматься святоводством. Огородничество для меня это все. Я кроме него, мне кажется, ничего не умею. Мне папа даже говорил, дай тебе волю, ты засадишь и всю Колыму с цветами. Так, кулинарию люблю, домоводством занимаюсь, шью потихонечку. Так, все, что мне нужно, я сама шью. В последнее время увлеклась строительством. Вот вообще ушла, полностью ушла. Не говорю, что я сама калачу, но нанимаю работников. И по моему проекту как бы и дом потихонечку привела в порядок, и баньку свою, и веранту я вам сегодня показывала. Вот мне это все нравится. Все такое добротное, настоящее, это все мое. Ну, я смотрю, вы еще и коллекционер. Да, я все собираю, все. У меня, например, якутских чаронов деревянных 38 штук. У меня какого-то века, 18-го сказали, но я в это не верю, конечно. У меня есть ктыя, чарон старинный. Но я его нынче в связи с ЛСХамаланхо подарила в музей, в поселке Тамтор, Кривицкий музей. У меня весь дом чем-то заставлен. Но это моя жизнь. Я живу в этом. Вот, например, каждую статуеточку, каждую фигурочку мне кто-то дарил. Сама не покупала. И с каждой вот той же вазочкой, той еще что-то, связана какая-то история. Все у меня связано с историей. Например, вот тут у меня есть вазочка. Я, наверное, уже вам рассказывала. Мне муж привез подарок с Якутска, но он его взял с ломбарда. И я, молодая девочка, так оскорбилась, думаю, что же ты мне привез чужое. И вот на сегодня такая серебряная шкатулочка живет у меня дома уже 40 лет. Мы обратили внимание на самовары. Их в доме несколько. У меня очень много самоваров, очень много. Советских штук 20. Но это не просто советский самовар. Это у меня и самый первый самовар, который внутри колба стоит вместо этого тена. А вот это вот дровяные четыре у меня больших самовара. Они действующие. Мы их на праздниках как бы используем. Такой чай совсем вообще другой чай оказывается. Но на случай жизни у меня четыре действующих дровяных самоварчиков. И вот у меня есть такой самовар. Он самый-самый такой дорогой, наверное, для меня. И 1804 года. Ну, я не знаю, верить или не верить. Тут дата стоит, да? И я показывала специалисту. Он сказал, да, действительно, вот те первые самовары, которые вот ручки вниз еще идут, да? Это еще считается, вот с поднос к нему, его, не его. Но это мы как бы тоже приобрели. Это уже современные дровяные. Потому что ручки уже вверх идут, да? А это вот именно старый самоварчик такой. Я его очень берегу. Он как декор у меня стоит еще на кухне. Также у меня очень большая коллекция якутской посуды. Ну, чисто по работе сталкиваюсь. Поэтому у меня весь этот якутский обрядовый утварь, это все у меня есть. Я его приобретаю, кто-то дарит, и это все храню. Одна из комнат заставлена растениями. Здесь и цветы, и рассада. И это не удивляет Любовь Степановна, известная в поселке Огородница. Это мой самый любимый уголок. Начало февраля для меня уже как бы новое дыхание начинается. У нас очень короткое лето. И я вот сама как-то немножечко хочу буквально на один месяц продлить это лето наше, да, северное. И поэтому я с удовольствием занимаюсь, с удовольствием занимаюсь, световодством. Вот эту вот рассаду сама выращиваю. Все, все, все. Никогда ни у кого ничего не покупаю. Все свое делаю. Даже у меня знакомые говорят, ой, капусту невозможно расти. Как можно капусту не расти? Капуста это то самое растение, которое ничего от тебя не хочет. Ты вовлю посади, окучивай. Даже окучивать не надо. Поливай и все прочее. Это не то, что ни картошка, ни это. Так, у меня вот тут стоит ряд арбузиков. Нынче у меня намечается большой отпуск. И поэтому я одну теплицу хочу полностью засадить арбузами. И как бы их хлопот поменьше будет, я уже пропылю их, и они будут лежать и ждать меня. Дальше пошли. У меня две большие теплицы. Две большие теплицы. 60 штук помидоров, томатов я сама выращиваю, все высаживаю. И 12-13 кустов огурцов нынче посажу. Должно быть больше, но я нынче 12-13 посажу. Все пикирую, все сажу и все пикирую. Кабачки. Кабачки у меня. Сейчас вот свекла на подходе. Капуста. Даже зеленушку, даже зелень, даже зелень я умудряюсь садить. Вот так, в таком варианте. Потом аккуратненько штук 10 таких наделаю. И зеленушка как бы быстро поднимается. Укроп хорошо поднимается. И петрушка хорошо поднимается. Очень люблю цветы. Всякие-всякие. Все, что есть, все. Люблю что-то новое. Вот приобретую что-нибудь, новые семена. Например, того же помидора, того же огурца или же цветочки. Очень люблю очень долго это наблюдать и ожидать. Очень люблю прям что-то новое. Обязательно что-то новое. Каждый год я себе это сажу. Скажем так, да? Так, ну, этим сейчас, наверное, никого не удивишь. Каждый в семье, наверное, да? Что-то растет. И ананасы, и бананы. Все растет. А у меня нынче лимончики. Самые любимые цветы – это пеларгония. Цветы вельмож и прислуг. Ужасно люблю герань. Ужасно. У меня шесть экземпляров. Один я привезла вот с Якутска. Вот была в гостях. Привезла. Очень люблю. В общем, все, что связано с землей, я очень это все приветствую. И очень люблю этим заниматься. Когда мой муж был директором лесхуза в свое время, он мечтал, у него была такая мечта, сделать возле, на территории лесхоза динрарий. Собрать все растения, которые растут по республике нашей, по Якутии. Не с материка, а с Якутии. И его очень рано не стало. В 38 лет он у меня как бы умер. И мы как бы его дело с детишками продолжили. И вот это был очень хороший стимул и для них, и для меня, что мы как бы его дело на сегодня воплотили в жизнь. Да, почти все. Вот где бы я ни была, я обязательно тащу какой-то кустарник. Обязательно. Все это знают. Обязательно где-то что-то выкуплю. Обязательно привезу. Любовь Степановна очень интересный собеседник. Кажется, о своей семье она готова говорить часами. Тепло вспоминает и семью покойного мужа. Муж у меня сунтарского луса. Они в свое время, его родители, закончили университеты и приехали на поселок Маршальский работать геологом. Отец геолог, мама учительница. Вот такая вот интеллигентная семья приехала. Трое ребятишек. Вот потом, так, Семен Васильевич, отец, значит, мужа моего, закончил университет горный факультет. Он был еще первой перчаткой университета. Очень такой интересный мужчина, дедушка наш. И сын мой потом закончил этот же факультет. Игорь мой. Закончил. Ну, по профилю сейчас мы как бы не работаем, но все равно он закончил этот университет. И мы как-то сильно правильно шли именно на этот ГРФ. Дедушка наш, работая на Маршальском, получил орден Трудового Красного Знамени. Это тоже очень большое такое событие в нашей семье. Это гордость наша. И будучи... Потом я все документы как бы... Юбилей университета была, Ягу раньше называлась, СВО раньше Ягу. И нашла я все документы нашего дедушки, отвезла в этот якутский университет. И наш дедушка попал в эту книгу, в этот альбом. И, оказывается, он единственный первый горняк Сунтарского улуса. Дедушка наш, Семен Васильевич Иванов. Вот такая вот династия у нас идет. Любовь Степановна работник сферы культуры. Почти 30 лет работала в библиотеке. Сейчас руководит детским сектором в Доме культуры «Металлург». 30 лет, почти 30 лет отработала в библиотеке. И вот почему-то так сложилось, и потом ушла в Дом культуры. И вот 10 лет работаю с детишками, веду театральный кружок Дома культуры. Мне это очень нравится. И я думаю, что в моем возрасте надо работать с детишками, потому что такая энергетика. И потом мне очень легко... У меня ребятишки, знаете, таких вот малозащищенных, да, правильно сказать? Дети, у которых, ну, родители немножко так вот плохо себя ведут. У меня, например, человек 10, такие ребятишки. И мне с ними очень легко. Потому что я сама прошла эту школу. Вот даже, что ребенок придет, он приходит просто чаю попить с бутибродиком. И вот на свою пенсию, например, трачу на ватрушки, на булочки. И мне это нравится, потому что я человечку делаю приятное дело. И ребенок... Если кто-то скажет, что прямо дети любят театр, это, ну, мне кажется, не надо в это верить. Они просто приходят пообщаться, чаю горяченького попить. И, может быть, там параллельно какую-то роль выучить. Это я смело говорю. Героиня нашей передачи – человек активный. Она не станет стоять в стороне, если может помочь сама или организовать помощь. Всю жизнь, сколько я себя помню, всю жизнь занималась общественной работой. А тогда так, ну, как-то вот и женсовет у нас в поселке Устнер как хорошо работал, да. Мы были на каких-то выставках про «Кормить себя сам». Там это было ежегодно, проводимые ярмарки, уговаривали, как-то договаривались с людьми, это все проходило. Каких-то артистов встречали, какие-то оладьи жарили, гостей встречали. Везде, везде, везде участвовала. Более 20 лет проработала председателем правком. Нисколечко я от этого не устаю. А раньше еще было, ну, может быть, сейчас возрастом немножко угомонилось. А сейчас какое-то время странное, вот молодые женщины, да, вот те же вот выставки кукол, да, все такое. Никто ничего не хочет. Я просто удивляюсь, у тебя дочка растет. Как ты не можешь куколку сшить, там, наряд для куколки сшить или там еще что-то. Мамочкам некогда. А мы везде были, везде-везде, на всех мероприятиях, где бы что ни проводилось, куда бы меня позвали. Я всегда то ведущим буду, то и на свадьбах что-то вела, то и на свадьбах что-то вела, то и на свадьбах в нерождении вела. Вот везде мы везде-везде участвовали. И жизнь как-то кипела, жизнь была очень интересная. А сейчас все спят, мне кажется, никому ничего не надо. А когда делали блиндажные свечи, молодцы ребятишки. Они вот как-то вот так разом взялись. И мы очень много сделали. Восковые у нас свечи были. Спасибо нашему православному церкви, которые предоставили нам свечи, агарки. И мы вот более ста штук сделали эти свечи блиндажные и отправили. И вот сейчас вторую партию опять готовим, да. И мы привезли шкурки оленей, чтобы шить эти сидушки, Олбох называется, для танкистов и для ребят, которые находятся в госпиталях. У нас попросили. Но молодцы, тоже нашлись отдельные люди, которые взялись за это дело и вот на сегодня шьют. Вот 12 мешков получили этих шкурок оленей, вот женщины шьют. И мужчина один тоже подключился, тоже он как бы сапожник, и он тоже взялся за это дело. Через всю свою жизнь она несет свою заповедь. Слова матери. У меня есть такая заповедь, да. Или, наверное, от мамы это передалось. Мама у меня детдомовская. И она всегда говорила, твори чудеса. Творите добро. И оно вот бумеранг все равно к вам вернется. Я тогда маленькая была, не могла понять, зачем это, кому это надо. И как-то, ну, не верила. Потом с годами я заметила, что я вот стараюсь помогать тем же ребятишкам, да, которые ко мне ходят. Ну, напои его чаем и булочкой накорми. И я все время думаю, вот помогу я сегодня этому мальчику. И какая-нибудь мама поможет моему сыну. Любовь Степановна с гордостью показала там свой двор. Здесь ее трудами растут деревья и кустарники, которых не встретишь на территории Аймеконья. Это я привезла с питомника. Он был сантиметров 10-15. И вот за лет 10 лет он столько-столько вырос. Вот моя бузина. Тоже привезли с питомника. Ну, кто-то может скажет, что это бузина, что вы показываете. А у нас это летом очень красиво. Прямо горжусь, что у меня во дворе бузина. Вот честно. А эти березы мы посадили, когда детей родили, мальчишек. Вот каждая березка, это вот старшему сыну и младшему. И рядом с младшим вторая березка выросла. Я так люблю свой дом. Очень люблю свой дом. Прямо не представляю. Если я же где-то нахожусь, бегом бегу домой. А если издалека еду, то все. Скорее бы только домой попасть. Мне больше ничего не надо. Очень люблю свой дом. Наверное, каждый любит свой дом. А я особенно. Еще очень люблю свой дом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!